Ну что, друзья, категорическое приветствие из солнечной Калифорнии. Меня зовут Бигаев Алик. Я по боксу тренер. И, как я уже говорил, я прохожу здесь свое тренерское образование. И опять же, как и обещал, снимаем здесь свои выпуски. Сегодня у нас тренировка с Серегой Липенцом. Будущим чемпионом мира по боксу отвечаю. Сегодня мы поговорим про джеб. Серега покажет, как его правильно носить, как с помощью него достигать каких-то результатов. А расскажет о нем. О, боги, друзья, нам всем чрезвычайно повезло. Расскажет о нем величайший тренер, просто таких помнит история бокса. Тренер великого Артура Гатти, Майка Тайсона, Антонио Тарвера, куча других чемпионов мира. Друзья, Бадди Магир. И, собственно, у которого я и прохожу свое боксерское образование. Бадди любезно согласился мне помогать. Работаю, слушаю. Все, что он говорит, это реально очень круто. Дальше буду показывать, как это все происходит. Сори за качество съемки, друзья, потому что снимаем мы, скажем так, технически в спартанских условиях. Снимаем на телефон, поэтому где-то что-то будет не слышно, где-то что-то будет там трястись. Пожалуйста, даже не комментируйте на эту тему. Реально с помощью телефона снимаю целый выпуск. И что с собой, как видите, нет никаких петель, как обычно. В общем, будем снимать, скажем так, чуть ли не собственными руками. В общем, друзья, Pullman Gym, Лос-Анджелес, Калифорния. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok. Итак, друзья, мы находимся в Pullman Gym в Лос-Анджелес, Калифорния. Как и обещал, перед тем, как поговорим на главную тему, задам ваши вопросы из Инстаграма, которые вы прислали. И Серега постарается на них ответить. Пойдем, 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 пойдем. Он как раз тейпируется, Серега. Друзья, короче, Серега, перед нашей главной темой мы сегодня говорим про джеб, но к этому еще вернемся. Очень много ребят задают тебе вопросы у меня в Инстаграме. И по возможности ответь, пожалуйста, на них. Конечно, с удовольствием. Серега, как тебе пришел в большой спорт? Ну, меня привел дядя сначала в зал, в кикбоксинг. Я начал тренироваться в городе Озера, в Московской области. А через месяц были первые соревнования. Мне очень понравилось. В России я остался в школе, в кикбоксинге. А теперь и в боксе. Что именно тебя мотивирует на тренировки? Меня мотивирует, конечно же, моя семья, моя жена. Которая сейчас как раз-таки нас и снимает. Мой сын, который рядом лежит. Он недавно родился. Зовут его Марк. Наша большая страна, Россия, это, я считаю, самая сильная страна в мире. Казахстан. Потому что я из Казахстана сам. Ну да, Серега, кстати, на нем немалая ответственность. Он в Америке представляет целых две страны. Кстати, представляет очень достойно. Чтобы вы понимали, у Сереги уже 10 боев. Правильно же, Серега? 10 побед и 8, по-моему, нокаутов. Посмотрите и хайлайт. Все поймете. Продолжение следует... Так, кого из бойцов ты боишься, если такой есть? Таких нет. Таких нет, друзья. Ну это глупо. Вопрос, что вы хотели? Чтобы я сейчас сказал, я боюсь этого? Я боюсь вот этого? Нет, это невозможно. Так, хотел бы ты встретиться с Ломаченко? Я хочу встретиться со всеми сильными бойцами. Это будет Ломаченко, Теренц Крауфорд или... Бронер. Бронер. Тут знают про твоего сына даже, знают, как его зовут. Марка, бокс отдашь, говорят? Конечно, если он захочет, он пойдет в бокс. Я постараюсь, конечно, его заинтересовать боксом. Брать его постоянно на тренировки, чтобы он с детства приучался к спорту, к боксу. И надеюсь, что ему понравится, и он останется на этом так же, как и я все равно. Серег, тут такой, смотри, интересный вопрос. Вернулся бы ты на 10 лет назад, что бы изменил? Какие корректировки внес бы в тренировочный процесс в жизни при тех занятиях, что есть сейчас? То есть, что бы ты изменил, если бы вернулся лет на 10 назад? Или ты ни о чем не жалеешь, все тебя устраивает и все так же бы и сделал? Всему свое время и место. Поэтому я бы ничего не делал. Все оставил бы так, где есть. Ну, круто, друзья. На самом деле, очень много вопросов, но, к сожалению, все я озвученные могу, на это не будет времени. Серега бинтуется, тейпируется. Сегодня у него еще и спарринги, еще ему надо рассказать про джеб сегодня, поэтому, друзья, Серега Лебенец, Двигаев Алик, погнали! И так, друзья, говорим о джебе. Бадди Макир винтует Серегу. Бадди... Черный? Черный. Бадди, кстати, называет меня черный. Не знаю почему, но называет меня черным. Я покорно с этим согласен. Бадди, теперь мы говорим о джебе на чене. Крюк, скажем, о джебе. Джеб? Да. Джебе. Джебе – это самый важный путь в баке. Это помогает сетить дистанцию. Это помогает сетить дистанцию. Проси правильно ли я понимаю, джебом можно выиграть бой. Да, точно. Одним только джебом. Да, это все. Для джеба вы можете доминить и диктать пасть. Как его поставить, как его наладить? Как вы развиваете? Да. Харгар, постоянно. Все время в джебе. Все время. Но иногда, когда ты делаешь спор, только используешь левый джеб. Слышали, друзья? Вам это Бадди Магир говорит, тренер великого Артура Гатти и многих других чемпионов. Лучшей информации получить уже невозможно. Сам Магир это говорит. Серега как раз и сейчас примерно отрабатывает. Не прыгай. Если ты хочешь, что ты хочешь, что ты хочешь, то это очень легко. Он больше комбинации отрабатывает. Но Бадди, я заметил, все время просит его работать над своим джебом. У Сереги, кстати, просто невероятный джеб. Реально. Такой силы, что может их ломать. Сереги объявили бой 10 декабря против австралийского спортсмена. Сейчас Серега находится в стадии подготовки. И вот как раз на данный момент Бадди примерно рассказывает ему о том, как ему нужно себя вести в бою. Серега это отрабатывает. В общем, друзья, продолжение следует. Субтитры добавил DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, тренировка подошла к концу С вами был Бадди Магир, Серега Лепенец Смотрите мой канал, до скорых встреч Обнял Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok